Угоны с целью выкупа. Количество таких преступлений в Самаре, по данным полиции, увеличилось. В среднем мошенники требуют от хозяина от 80 до 100 тысяч рублей. Особой популярностью пользуются ВАЗовские 14-е и Приоры. Совсем недавно в Самаре задержали двух предполагаемых угонщиков, которые вымогали у хозяина крупную сумму денег. Те оказались студентами одного из вузов в губернии. Задержали при передаче денег. Автомашина была изъята, похищена. Далее был проведен обыск по месту жительства. Изъяты были предметы, с помощью которых совершаются кражатые машины. Здесь, к сожалению, мы понимания у граждан не находим. Как правило, они стараются решить эти проблемы без нас. Автовладельцев просят быть на чеку и о любых фактах вымогательства денег тут же сообщать в полицию. Еще одно резонансное дело. Перед судом предстанут трое граждан Украины. В течение четырех месяцев они угоняли дорогие иномарки. Машины продавали в соседних республиках. При перегоне использовали дипломатические номера московского региона. Жертвами угонщиков стали больше десяти человек. Признательные показания не дают, но доказательства собраны достаточно серьезно. В апреле месяце данное уголовное дело планируется направить в суд. Мы меняем 11 эпизодов краж дорогостоящих иномарок. Всего в этом году в Самаре было совершено более 5000 преступлений. Среди них более 600 квартирных краж. Из них раскрыто 130. По словам полицейских, количество краж увеличивается в период дачного сезона и летних отпусков. Мы постараемся увеличить на улицах количество нарядов. Но такого количества, чтобы мы возле каждого дома могли поставить сотрудника полиции, у нас, конечно, нет. Будем обращаться к гражданам, ставить свои квартиры под охрану, по возможности укреплять двери. Людей призывают быть бдительнее. Полиция, в свою очередь, обещает сделать все возможное, чтобы пресечь преступления. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.